Я знаю, что у вас есть вопросы о том, почему же мы переезжаем. Валера, на что ты плаешь? Реальная жизнь. Ну что, мы, наверное, сняли эту квартиру. Валера тоже сменил свой образ. А почему нас не берете с собой? А потому что плохо себя джей. Валера попросила рассказать, почему мы продаем нашу машину. Это я, а это мой брат. Не буду от вас скрывать, что иногда мне просто хочется плакать. Всем огромнейший привет! Боже, солнце светит, и я вся просто свечусь. Все уже, да, заметили мои изменения. Срочно пишите в комментариях, как вам, потому что я, признаться честно, до сих пор в неком восторге и в шоке. Мне очень сильно нравится. Мне все тут говорят, что я похожа на мать законов. В целом, можно в шапку профиля уже ставить, что я мать двух маленьких дракончиков. Что сказать? У нас сегодня с вами такой интересный влог. Во-первых, мы готовимся к переезду. Во-вторых, у нас у Тео идут клыки. Он у меня заболел. Здравствуй, мама. Здравствуй, Лера. А еще ко мне приехал. Мой брат. Все помнят. Даня, Даня, посмотри в кадр поближе. Я работаю. Ну, посмотри поближе в кадр. Люди тебя не видели уже миллион лет. Это мой брат. Скажите, мы похожи? Это я, а это мой брат. Тот самый малыш, который когда-то со мной снимался в видео. Он больше не малыш. Или на приколе, Даня? Комары на приколе. Они кусают косточки. Все нормально. У меня вот здесь косточки сидят. Вот здесь косточки сидят. Очень интересно. Короче, тяжелые дни, если честно, потому что у тебя температура очень высокая. Брат тут еще приехал. Так получилось, что сейчас у нас мои родители, Даня. Мы все собираемся, собираем сумки для того, чтобы переехать. А переехать куда? Некуда, потому что нас с детьми никуда не хотят принимать. Первый раз мы столкнулись с ситуацией, когда мы, во-первых, не можем найти нормальную квартиру. Во-вторых, в квартиру, в которой мы более-менее звоним, нам не разрешают заехать в них, потому что мы с детьми. И хотя у них стоят датчики, что можно с детьми, но якобы с такими маленькими нельзя. Просто лайк. Не лайк. Поэтому мы даже предлагаем двойной залог. И я подумала о том, что было бы прикольно снять врум-тур этой квартиры, показать вам, в какой квартире мы жили. Потому что, к сожалению, я предполагаю, что такую квартиру, чтобы она мне так нравилась, как эта, в Екатеринбурге мы уже, скорее всего, не найдем. Но посмотрим. Надежда умирает последней, сила мысли, это очень важно. Поэтому я сейчас себя настраиваю на то, что все-таки найдется та самая квартира. Малышочек. Ну, короче, поэтому блог будет очень интересно. Надеюсь. Потому что он будет супер домашний. Я должна была сейчас идти на день рождения, но я не пошла, так как нужно обрабатывать все ранки Тео. Как-то так. Я честно расстроена ситуацией с квартирой, что мы не можем ее найти. Я очень полюбила эту квартиру. Я впервые ощутила то, что мне очень грустно того, что у нас нет своей квартиры. Но чтобы купить свою квартиру, у нас на данный момент не сходится с первоначальным взносом от СОО совсем. Папа, привет! Все семейка решила показаться. Семейка Адамс, просто. Девушка-зайчик, ты ходишь из платочки? Посмотрите, что у него. Ой, Господи. У него началась трептодермия из-за клыков, упал иммунитет, стоматит во рту, стоматит на лице. Ой, Господи, как я устала. За этот год в Москве, честно, мы болели уже столько раз. Столько раз. Сколько раз мы лежали в больницах. Я просто на исходе, и я очень потеряна и расстроена. Котик маленький любимый. Самый любимый. Ты и твой братик. Мои мальчики. Не буду от вас скрывать, что иногда мне просто хочется плакать. Я же сейчас говорю, хочется плакать, потому что такой период очень напряженный. И год был такой тяжелый. Да, хорошо, что вот со мной рядом моя любимая семья. Мы уже собрали почти все вещи уезжать нам через неделю. Сегодня взяли билеты на 4 сентября. Я должна была к Сашке снова пойти на день рождения. Но, к сожалению, не получится. Думали, что наконец-то хотя бы в этом году я побываю, потому что все те годы не получалось. Да. Но и в этом году мы взяли так билеты, потому что у Тео совсем плохое состояние. И эти раны, они разрастаются со скоростью света. Ему нужно дать вылечиться. Такой он милый. Тео, он, знаете, такой ребенок очень любиобильный. Очень любит обниматься и целоваться, да? Да, такой сладкий котик. Я вообще не могу. Человеку год и семь, представляете? Я до сих пор в жоке, что мои дети уже такие большие. А мне говорят, что они маленькие. И что поэтому нас не хотят заселять. Да? Не-не, мама сосы не ест. И тебе уже не надо. Это следующий этап. Я все хотела отучить его от соски, понимаете? Но то одно, то второе. Я вообще не приверженец сосок, если честно, абсолютно. Но когда ты рожаешь второго ребенка, и у вас погодки, это уже такая вынужденная ситуация, когда по-другому ты не можешь. Саймон у меня был без соски. А Тео, потому что они друг друга ужасно будили. И вот сейчас мы переедем, и это первое, чем мы займемся. Мы будем отучать от соски и перекладываться в отдельную кроватку. Потому что мы до сих пор с ним вместе. Все, думаю о тебе. А за королей этого схода. Василий! Зеленка по макваму стоит. Мама. Здравствуйте. Мама моя помощница. Вечная моя помощница. Все, в этом все. Саймон, ты чего? А если бы ты шею себе свернул и только в камеру, блин, включила? А? Опасный ты человек. Ты просто большой? Отлично. Замечательно. Просто. Паркурщики у нас дети. Просто капец. О, 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 аккуратно, аккуратно. Тут Тео. Ой, Сэмми. Тихо, тихо. Видите, в полках осталось три мои вещи, блин. Это что, брэк-данс? О, оживились, оживились немножечко. Это красавица. Посмотрите, как приоделась. Куда собрались? Мы на Воробьево горы. Что будете там делать? Гулять, смотреть. Когда нам еще доведется в Москве? Надеюсь, что в ближайшие годы скоро. В ближайшие годы в кавычках скоро. А вы в здание идете? Да, мы идем в здание. А почему нас не берете с собой? А потому что вы плохо себя ведете. Вот так, друзья. У нас в последнее время девиз песни «Тишины хочу». Устали от нас? Очень. Ужас, просто кошмар. До свидания, я не знаю, женщину. Извините, как бы, в смысле устали. В смысле, как от нас можно устать? Не понимаю, как от нас можно... Посмотрите, какие замечательные дети. Спокойные. Дай, скажите, пацаны. Привет. Во. Да, привет. Посмотрите, сколько у нас сумок. И это только часть. Господи, боже мой. В этой комнате вот осталось что-то. Просто здесь нужно опять перебрать. Аккуратно. А вы чего, ребята? Даня спит у нас здесь на матрасе, который дети очень сильно полюбили. Ну, короче, видите, такая сборная солянка сейчас. Я вам обязательно покажу рум-тур, когда мы все вещи отправим, где мы жили. Мне кажется, даже мне на память хочется это оставить. Валера тоже сменил свой образ. У нас, знаете, осень перемен. Валер, почему ты решил сменить свой образ? Расскажи. Вообще отлично. Ребята, давайте голосуем. Валерий идет лысым или не очень? Идет, ребят, идет. Удобство просто максимальное. Я иду умываться, и теперь умываюсь. Да затылка сразу голову. Расскажи, пожалуйста, на каком этапе мы сейчас вообще переезды? А на нулевом, прям. Куплены билеты у нас в Екатеринбург на 4 число. Собрано, но относительно большинство вещей. Осталось посуду, какие-то вещи, игрушки, которые мы пользуемся. Ну и так, лишний шум, так скажем, по ящикам раскидан. Сегодня соберу немножко детей, приберем стены, и все. Квартира готова с дачи. Кстати, что-то я хотела сказать и забыла. Все, бежать. Никогда, никогда наши дети не рисовали на стенах. Но именно перед отъездом Тео решил, почему бы и нет. Это реально смешно, потому что, ну, у них нет таких, вообще не было никогда таких привычек. И это карандаш, конечно же, мы его просто сутрем. В целом, мы всегда приводим квартиру в исходное состояние после того, как пожили, даже с учетом детей. И поэтому мы, как бы, знаете, не запариваемся там за то, чтобы предложить даже тот же самый двойной залог. Потому что, ну, мы уверены в том, что мы порядочные люди, которые приведем квартиру в порядок. И там, с прошлой квартирой мы жили сколько лет. Мы съехали. Валер, Тео пописал. Валер, Тео пописал. И мы в прошлую квартиру тоже привели в порядок. Покрасили там стены. И, короче, полностью ее даже улучшили, потому что что-то оставили из мебели. Так что просто каждый раз, когда мы обживаем квартиру, знаете, я прям на нее смотрю, на квартиру, в которой я живу, съемную, и начинаю там творить. Вот, например, этот диван мы тоже выбрали, купили его. Комод, который у нас здесь стоит с телевизором, мы тоже его купили, взяли. Мне хочется обжить квартиру так, чтобы место, в котором я жила, оно меня вдохновляло. Чтобы оно меня воодушевляло. Я не знаю, вот как вам сказать еще. Пространство, которое вокруг меня, и в котором я провожу большую часть своего времени, потому что я все-таки работаю из дома, монтирую видео, снимаю здесь. Это место силы, которое хочется, чтобы было красивым, потому что я эстет. Так что вот так вот, друзья. И поэтому, конечно, каждый раз мне очень тяжело уезжать из квартир, в которых мы живем. Но из прошлой мне хотелось уже бежать, потому что она была для меня тесной. Я прям чувствовала, как я ее переросла. Я взяла вот максимум вот этой квартиры, которую могла для себя взять, и мне хотелось переехать. И так вышло, что вот переезд попал сюда, на Москву. В момент переезда я стала делать еще много новых действий. И это было огромнейшей ошибкой, как я вижу сейчас. Потому что, когда у тебя переезд, когда ты переходишь в новое пространство, когда здесь в 4 раза выше траты, и ты начинаешь полностью перекраивать всю свою профессиональную деятельность, все свое развитие, это неправильно было с моей стороны. Но принятое решение было из страха, мне было страшно, что вдруг я что-то упущу, вдруг я что-то сделаю не так. И, короче, в итоге я ушла от уже нормальной схемы действий, нормальной своей работы. Подогрела Саймона суп, Тео хотела продолжить пельмени и суп, но он хочет кушать, но не может. У нас сейчас онлайн-просмотр квартиры, которую мы, возможно, снимем. Я хочу показать. Одна квартира. Первая комната. Гостинная, да? Кока! Ты балкон покази, а не это, а не вид из окна. Кушай, кушай. Ну, ничего. Ну ты поешь, а потом придешь к нам, хорошо? Сначала покушай, ладно? Мам, не волнуйся. А будем оболать. Гавовать. Я хочу оболать. Что ты хочешь? Гавовать. Это что значит? Гавовать. Рисовать? Да. Давай. Ну что, мы, наверное, сняли эту квартиру, которую только что смотрели. Я расстроена. Ну, то есть, квартира-то хорошая в целом. Но это не то, что, конечно, я бы хотела. Но то, что я хочу, я просто не вижу. Тут даже вопрос не в цене. Даже когда мы смотрим, там, типа, за хорошую цену, я не вижу той квартиры, которую я хочу. Если говорить про соотношение цены и качества, то это не самый центр. Где-то пять минут до центра. В этом доме мы уже жили, когда начали отношения с Валерой. Я думаю, что многие вспомнят район. Когда я была студенткой, мы вместе жили и снимали там квартиру в этом же доме. Вот. Я расстроена, потому что, конечно, эту квартиру, в которой мы сейчас живем, ничто не может переплюнуть. И я ее очень сильно люблю. Очень. Я к ней относилась, знаете, прям как к своей квартире. И много здесь пережила. Ну и чтобы ее купить, она стоит, знаете, сколько? Больше сорока миллионов. Так что, пока мы не такие богатые, чтобы покупать квартиру за сорок миллионов. И найти не можем ничего в Екатеринбурге, а нормального про квартиру. Читать пришел? Ну, давай будем читать. Но она красивая. Я больше расстроена из-за местоположения, потому что я хотела жить в центре. Но в центре вообще ничего нет. А то, что было, ну, нас туда не пустили. С детьми ей сказали, нет, даже с двойным залогом. Поэтому вот такие вот дела. Но в целом все равно можете нас поздравить, потому что это важный, ответственный шаг, к которому мы пришли. Да, малыш? Скоро у нас будет новый дом. Я, знаете, уже просто в принятии. Квартира симпатичная, контент могу снимать для вас. Это уже меня очень сильно радует. И это главное. А как уже дальше будет? У меня уже просто голова болит об этом думать, если честно. Дальше посмотрим. Я знаю, что у вас есть вопросы о том, почему же мы переезжаем. Я неоднократно отвечала в своем запрещенной грамме об этом, в своем телеграмме об этом. И скажу сейчас, что причин много. Честно скажу, она не одна. Наверное, вдохновила меня на это. Идея, которую мне подкинули как раз-таки Полина с Антоном, когда мы сидели, я, Валера, Полина и Антон, о том, что уральские бренды классно развиваются, что у меня уже есть большая база. И за год я очень сильно все засрала. Будем называть имена, вещи своими именами. Потому что очень тяжело было вести бизнес на расстоянии. И честно скажу, это было невозможно. То есть очень все как бы внутри системы очень испортилось. И либо как бы не обрубать все, что было до и начинать сначала здесь. Либо продолжить там. И подулатать то, что там накосячилось за время. И, конечно, я поняла, что мне просто с двумя детьми не хватит ресурса. Какая бы я там бизнес-вумен ни была, мне не хватит ресурса на все. Я сказала себе об этом честно. Потому что я хочу провести время с детьми. Я хочу, чтобы мои дети видели маму. И, наверное, это про правильное расставление приоритетов. Выбрала семью на данный момент. Вот так вот в контексте, наверное, моей какой-то реализации, моей жизни. Мне нужно было сделать выбор. Можно ли совмещать реализацию и материнство? Определенно да. Вопрос в том, какими шагами ты хочешь идти. Можно идти быстрее, более большими шагами. Но тогда тебе придется расставить приоритет в какую-то одну сторону. И я отказалась от этого. Поэтому я выбрала маленькие, меленькие шажочки. И сейчас ощущение, что начинается как будто бы, знаете, все сначала. Потому что мы-то в итоге сняли квартиру, где я жила. Вот как раз таки в студенчестве, в том доме. И для меня это прямо, знаете, ностальгия. Кстати, мы же еще и ездили в Екатеринбург. Не просто так. Два дня на машине с Валерой. Для того, чтобы продать нашу машину. Я вас погружу немножко в этот момент. И вы можете посмотреть, как это прошло. И зачем вообще мы это сделали. Ну что, я беру вас с собой в наше путешествие на машине. Которое будет длиться более 20 часов. Это первое наше, во-первых, путешествие на машине вдвоем. Во-вторых, такое долгое. Поэтому будет очень интересно, что, в общем, будем видеть. Что будет происходить. И чего нам в этой жизни будет не хватать. Наши поездки. Валер, привет. Привет, Лена. Темно не виделись. Короче, волнительно. Но я думаю, что все будет окей. Вопрос. Что у меня за губами? Я удаляла сверху филлера, который у меня эллировал. И чуть подправила форму. Поэтому, вы видите, сейчас у меня губы в синяках. Меня дома не бьют, если что. Короче, взяла я с собой камеру. Была уверена, что Валера ее зарядил. И Валера якобы ее зарядил. Но батарейка тут была, которая не заряженная. Я подумала, что это уже как бы готова на выход камера. И забрала ее. Она у меня, видите, уже все локольценно. Она такая любимая. Я просто обожаю эту камеру. Очень жаль, что она сейчас разряжена. И вот, как вы видите, я снимаю на айфон. У нас тут схемка. Не получается сделать так, чтобы шнур работал вместе с блютузом. Чтобы включить нормальную музыку. Вот у меня яблочко. Здесь у нас вот такой вот бардачок с нашей едой. Как можете заметить, мы подготовились основательно. Мы въезжаем в Татарстан. Наша следующая остановка. Мы уже, кстати, проехали еще одну парковку. Еще раз заправились. И я что-то забыла опять снять. Разговариваем, когда себя снимаем. Мне интересно слушать и смотреть на дорогу. Я хотела показать дорогу тоже. Ты какой недовольный лицом, Валера? Я еду, уже вообще 80 километров проехал. Да. Как ты вообще себя чувствуешь? Нормально. Ну, то есть тебе... Ну, нормально. Ты тонко улавливаешь. Ну, просто ты никогда не ездил на дальнее расстояние. И ты так сильно переживал по этому поводу. Нет, пока нормально. Но мы едем только 5 часов. Смотрите, как красиво. Я не знаю, что... Я хотела вам показать. Там было красиво. Я не знаю, там были дома. А ты не ела? Нет, с него было красиво. Но сейчас уже нет. Там оранжевая боли была. Не знаю, почему она. Блин, ну я прям расстроена. Не в сетке, не в сетке. Я тут сижу с хлебом, чтобы вы понимали. Ой, он чуть не выгул, кстати. С хлебом я уже поела отбивнушки. А Валера переживает все, что я ему не оставлю. Говорит мне, не забудь, главное, мне оставить. Я еще не ела. Не забудь, мне оставить. Вот, короче, хлеб. Хотя вот тоже интересно. Я не ем особо белый хлеб. В целом, я просто не особо люблю белый хлеб. Хотя я очень люблю булочки. Обожаю всем сердцем. Но именно как хлеб белый меня не особо привлекает. И вот там, как я и сказала, это... Нашей нычкой там почти ничего уже не осталось. Что в бардачке что-то пробовали? А, в бардачке тут... Может быть. Вот такие мы классные ребята. Мне там надавали кучу советов по тому, как себя вести в путешествие долгосрочном. Вот тут вот булочка с маком моя. К ней я приступлю чуть попозже. Настройся, что надо будет ехать, 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 отдохнуть. Дальше ехать, 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 отдохнуть. Дальше ехать и и все. Это был отличный совет от Вале. Ну, заправки я еще посмотрел, где находятся, какие. Выбрал для себя, сколько мне должно остаться в баке бензина, если бы я заехал на заправку, исключив топ-фактор, чтобы мы останемся на дороге без бензина. Боже, я на себя смотрю, у меня эти усы, как будто бы я кот какой-то. Знаете, у меня кефир здесь, что... Короче, что важно, что я считаю, я 100% скачайте бензину. Обязательно возьмите повар-банки, если у вас нет шнура, который можно ставить на дорогу, заряжать ваш телефон. Обязательно возьмите с собой запасы еды, потому что не факт, что там, ближайшая забравка скоро. Вот у нас с собой в фольге отбивные яйца, вот хлеб, отбивные яйца, вот и... Колбаса где-то есть. Колбаса, при том, что именно сырокопченая. Водичка. Три бутылки воды и яблоки. Короче, так, чтобы нам реально нормально хватило. Просто мы сейчас сидели с Валерой обсуждали трек «Усиморода», который называется в книге «Кругло по-другому». Вот послушайте его и вы полностью считаете первую часть этого трека, потому что потом там начинается история Абатова, но это не имеет значения. Вот первая часть трека, первые три минуты, ощущение, что просто этот трек написан по считыванию у меня и моего внутреннего состояния, которое я проживала на протяжении довольно-таки долгого времени. Четверть века сомнений в себе щерет волчий оскал, творческий спад я сделал много, еще больше просрал. Но осознала я это только тогда, когда приехала недавно в Екатеринбург, как называют Полине. И я такая подостановилась, смогла посмотреть на свою жизнь немножко со стороны и понять, что я просто в шоке от количества ошибок, от количества действий, которые я делала, не было у сердца, потому что просто не успевала разбирать, что мое, что не мое, из-за какой-то гонки, в которую я зачем-то вошла, непонятно зачем, непонятно для кого. И как много я внутри себя потеряла, внешне потеряла, ну, в целом. То есть у меня сейчас такое ощущение, что мне нужно вот этот вот как будто бы заново восстанавливать. Я извлекаю огромнейший голубой из всех своих действий. И в целом таковой как переезд, как Москва, тут вообще не имеет значения, тут просто я как личность прошла кризис определенный. Поэтому, конечно, для меня было миллион осознаний в эту поездку. И я пришла к тому, что сейчас, на данный момент, вот мне хочется взять фокус на бренд, переехать, заняться брендом, его масштабировать и уже с вот этим масштабом ехать в Москву для того, чтобы дальше продолжать эту деятельность. Русские не сдаются, да? Так и есть. Короче, мы Башкирия, да, получается? Да, в Башкирии сейчас. Ну да. Да, мы в Башкирии, мы едем уже 13 часов. На улице идет дождь. И дороги здесь, конечно, просто ужасные. Мы едем очень медленно. Первый раз за все время, по истечению всего пути. У нас настолько жесткие дороги, кочки, ямы. Это, короче, прям какой-то трэш. И поэтому приходится ехать медленно. Теперь мы понимаем, почему, когда мы ехали от Москвы до, наверное, Казани, да, мы доехали просто за 6 часов, за 4 даже. Даже дальше Казани. Короче, тысячу километров мы проехали где-то за 6-7 часов километров, мы будем ехать 13. Представляете? И я такая, типа, чё, почему так? Сейчас я понимаю, почему так. И чем дальше мы уезжаем, тем меньше людей на заправке, тем пустее заправка. Сейчас вообще нет нашего бензина, чтобы заправиться. Это тоже достаточно такой, знаете, волнительный момент, потому что у них, по-моему, только... Ну, я видела только эти здесь, Зислав. Прошли втянет. Да нет, ну просто, я не знаю, скоро выйдем, еще 300 километров есть. Вот, ну, короче, такие переживательные моменты. Хорошо, что мы заправлялись довольно-таки часто, заполняли наш баг в случае разных рисков. Это тоже, видимо, нужно просчитывать. Так, ситуация, туман, и толком ничего не видно. Мы приняли решение ехать без остановки. В камере, кстати, нормально видно? Нормально видно в камере? Да, нормально, под стрим. Через камеру нормально. Через камеру видно лучше, чем в жизни. В аниме ехать. Удивительно, почему так? Интересно, потому что контрастность, что ли, выше. Так, да, тут туман побольше. Интересно то, что Валера, ради всего, не останавливается ехать до последнего. Отлично. Хочу сказать, что мы поняли, что нам не хватило немного еды, потому что нам еще ехать больше шести часов, а мы уже все съели. Съели все пивные. У нас было достаточно пивные, что 10, наверное, у нас было около шести яиц. У нас колбаса, хлеб. Ну, все осталось по этому, типа, не получается. Еще и сухарики мы покупали, яблоки, чипсы. Просто ничем остались. Должны были быть в 3.30, сейчас мы будем в 5.50. И это очень грустная новость, потому что уже, если честно, хочется спать. Без шуток я уже прям жестко залипала, поэтому воспользовалась лайфхаком от Валеры. Взяла чипсы и энергетик. Вот, потому что дорога, на самом деле, очень опасная. И если я усну, я могу очень сильно соблазнить своего любимого мужа. Вот, поэтому делать этого нельзя. Так что мы, скорее всего, сейчас немножечко передохнем, остановимся. Буквально на 5 минуточек постоим. И все. Обратно в путь. Мы уже на месте. Это просто была жесть какая-то. Последние, наверное, часа 3 они длились для меня в вечность. Я просто выключалась. Ну, типа, я реально, я просто сидела. И у меня в жизни не было такого, чтобы я так сильно боролась со сном. Но все-таки в последнюю часть я вырубилась, потому что меня уже так тошнило от того, что я хочу спать. И я не знаю, как Валера это выдержал. Но он реально доехал без остановок. Этот человек просто герой. И мы пришли домой к другу Валеры. Вот сейчас я сижу у него и ем глины. Мы вырубились. Я проснулась с ощущением, как будто бы я бухала, что ночью реально, по-другому не скажу. Очень жестко звенела в ушах. Было так, еще сложно было так уснуть. Прикиньте, я вошусь на диван. А меня трясет просто как после поезда. И Валера потом ложится, и он говорит, у меня тоже. Вот, поэтому мы поспали. Поспали часов 5, да, наверное? Не, почему мы прилегли в 6? Вопрос, ну лишь 12. Ну, 6 часов получается. И я сходила в душ сейчас. И вот Валера поедет у меня отдавать свою машину куда-то, куда-то мы. Вот так и живем. Мы отдали нашу машину доверительному лицу. И сразу же вернулись обратно в нас к нашим прекрасным детям. Дехо, привет. Что-то. К папе. К папе. А мама. А мамочка. Он меня в черном уж не узнал. Бабушка. Ура, Тео. Тео, а мама. Вот так рожаешь детей, Они вот так с тобой поступают Девушка, мамочка У тебя сладко У тебя сладко Как это? Как это сразу падать? У нас с тобой такие отношения А ты взял к нему? Ты вам вчера рад? Очень Ты рад? Поцелуйся Он пошел к тебе, чтобы на меня посмотреть Привет Привет Просто здравствуйте Вообще-то он шел ко мне Привет Сынок Привет К мамочке пойдешь Наконец-то скажи Просто Просто Девушка просто, малыш Да, ты учишься? Мамочка Мамочку обнимешь? Да Смотрите Смотрите, я снова сверкаю Своей новой прической Как вам, кстати? Вот как-то там Лера, по-моему, спрашивала Нравится, не нравится Если не нравится, лучше не пишите Я хочу выиграть этот спор И чтобы Лера больше не говорила, что у меня плохая прическа Поэтому Вот так Вообще Лера попросила рассказать Почему мы продаем нашу машину Мы ее продаем не просто так А потому что Мне нужны деньги для того, чтобы Продолжить заниматься машинами Продолжить покупать и продавать их У нас с моим товарищем, с моим другом, партнером Есть это дело Оно живет, развивается И я решил еще доложить немного туда денег Поэтому Продал Уже, получается, продал эту машину Я вам оставлю ссылку на Авито Наш, получается На Инстаграм, на Телеграм Если нужно продать машину Либо купить Пишите, обращайтесь Можете мне в Директ Можете Вот по этим всем ресурсам Поэтому Буду вас ждать Мы сейчас Выйдем с детьми прогуляться Могу И мои подертые коленки Вы это видите Я чисто ощущаю себя подростком Вы видели, когда я волосы себе красила Все такие Сколько вам лет? А мы думали Вы за своими разбитыми кроссовками Как будто бы и подросток Представляете Просто я бежала В такси Упала Разбила телефон Разбила жестко коленки До такой степени Что приходится сейчас пить антибиотики Потому что они были очень сильно воспитаны Реальная жизнь Поднимайся 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 Сына Ну Кто бы мог подумать Кто бы мог подумать Что Тео в год и семь захочет кататься на самокате У Саймона не было этого проявления А еще Саймон вот успел палец прижать себе Да? Иди куда пальцы свои суешь О боже мой Наша Реалайф Друзья Нам Врач разрешила Выйти на улицу Если у нас не будет температуры Вот у нас нет температуры И мы вышли потому что он уже дома сходит с ума Это реально просто капец какой-то А сейчас он плачет из самоката Ах Я смотрю на двор На наш двор Ну это какой он прекрасный И понимаю что я так буду скучать Потому что тот двор который у нас сейчас будет Он не настолько прекрасный особо совсем Он более свободный От поля открытый Там внутри двора есть дороги Смотрите какая красота Тут целый знаете какой-то сад Видите как красиво Я буду скучать Я не могу Я не могу Я не могу Куда собрались? Что такое самокат? Ну сейчас он чуть-чуть покатается Потом ты хорошо Просто нет смысла сейчас покупать самокат В период переезда и осени Мы в Екатеринбург приезжаем Там уже холодно и лужа И самокат у нас убирается Куда-то очень далеко Саймон давай ты чуть-чуть Потом Тео Саймон гоняет вообще жестко Просто он Делает какие-то невероятные Финты Не самой аж Не по себе от его вот этих вот всех штук Он уже очень изучил двор Человека нет никаких правил В этой жизни Просто всегда очень нравится наблюдать за тем Коктейл пытается реально нарушить любое правило Которое только возможно Так сынок Вот лестница Иди по лестнице Вот она Сюда вот Идешь Поднимаешься Да Да Молодец Идешь на лестницу Идешь на лестницу И поехал мой принц На желтом Лежишь И смотришь Можно сказать На звезды Или на свои разбитые коленки Что Тоже конечно очень интересно Человечек решил покататься Милаш Милаш Пытаюсь им быть Я если честно разучилась уже снимать Обычные повседневные влоги Что происходит в моей жизни В целом Особо не прям таки что-то интересное Обычный быт, друзья Дети, которые то болеют, то падают, то еще что-то Боже, посмотрите какие красивые гортензии у нас в онваре Ммм Это же просто восхитительно Это же так красиво Но страшно их трогать, потому что мы очень много шмелей Саймон гоняет Просто шумахи Че малыш Скитаемся Дорвался Дорвался До самоката Многие думают, что Саймон У нас гиперактивный ребенок И у него там супер Пошел в одном месте Потому что он такой мега эмоциональный Харизматичный И я вам скажу Вот Тео это Х4 Саймон просто Мы пришли поужинать в кафе около нашего дома Точнее в соседнем доме даже так можно сказать Детки там с магнитной доской Да, что там? А, собачка Тео увидел собачку Тео и собаки это просто любовь Что, сын? Это пить уже если что нельзя Ты туда кинул магнит Их нельзя Зачем ты хочешь? Иди играй там с девушкой С Саймон С сыном Так иди он тоже хочет играть Он сейчас вот туда же прилетит Идите туда Че он здесь играет? Куда он убежал? Пить наверное наливается Сейчас все разольет Вытру Отлично Отлично, замечательно Ты хочешь играть? Мы с ним в прошлый раз играли Перекладывали из одного стакана в другой магнитики Тео и собака Картина Маша Он всегда вокруг себя собирает всех собак Просто Боже, ну почему это так мило? Посмотрите Как сильно он любит животных Особенно на собаке Я вообще в шоке Мне аж страшно Потому что он Когда-то попросит у нас собаку О боже мой Валерий пришел борщ Мне пришли макароны Едим мы конечно же все вместе Пришла еще пицца Больше всего мне грустно Когда знаете Еда для взрослых приходит быстрее Когда мы забываем сказать Конечно же о том Чтобы в первую очередь Мы принесли детям И мы либо не едим Либо едим все вместе Доленько Вместе в сметане Этот тоже караулит пиццу Не может дождаться свою пюреху Пришла наша картошка Но в итоге Тео чуть-чуть поел борща И свою порцию оставил Надеюсь, что он ее доест Саймон Саймон вкусненькая картошечка Ну и только ладно Тут горячо И котлетку тоже берем Ладно Кому интересно Сколько стоит посидеть в кафе в доме На четверых Вот Кто тут купается? Что за мальчик мамин? Тео Тео Папа мой Тео Тео Куда? Тео Валера куда-то положил йод И я искренне Ой, йод Зеленку Блин Прикол Я только хотела вам записать Потому что я не могу найти зеленку И Валера тоже И вот она Нашлась При том, что это очень забавно Меня просто поражают моменты Когда вот вы что-то ищете И кажется, что ну вот Типа пустое пространство И нет ничего Вы возвращаетесь И лежит то, что вам надо Вот то же самое сейчас получилось здесь Что Здесь Угл Ничего не было Я повернулась Пока с вами говорила И появилась Короче Вот Используем зеленку для Тео Чтобы мазать его ранки О, конечно Поляшки детей Жестко выматывают Особенно Когда их двое Это сложно очень И знаете Даже вот это вот ощущение То, что ты устал Ты устаешь Больше морально Не как-то физически Ты просто устаешь Морально От переживаний От того, чтобы Ничего не забыть Там дать из лекарств Ну короче вот это вот все А кто тут плачет? Кто тут плачет? Хочет еще купаться? Сейчас много Нельзя Пойдем помажемся Оп Пойдем помажемся Заненька Белая простынь В миг Перестала быть Белой Это человек Как кот Просто Обмурлыкался Об эту постель Я поменяла сейчас Ой Вот похоже на то, что человек болеет А на самом-то деле Еще с утра Он жутко плакал Ревел Перемены Конечно настроения Как у детей это происходит Очень интересно Ой, хоть бы ночь была нормальная В это очень плохо спали Еще что-то Саймон так плохо спал Хныкал всю ночь Я прям Устала Спать будем Ложиться Давай Спать Понятно Десять часов вечера Эти люди Только вернулись Домой Показывают Как они На развлекушке всякие ходили Вот Вот она Завис плохое чувство Вот она Роскошная жизнь Да Короче, очень красиво Валера Оттирает Содой И водой Получается Вот эти пятна Это карандаш И он ничем не стирается Единственное, что может помочь Это вот такая кашица Получается сода Разбавленная водой Видите, вот именно Такой консистенции Как паста получается Сначала Ты проводишь просто тряпкой С содой Получается А потом Обычной Влажной И оно Отмывается Короче, вот Сейчас немножко Влажное пятно Но Оно высохнет И все будет классно Стена идеальная В итоге Мы попробовали Пималюкс Соду И белую пасту Пималюкс Справился И лучше всего Так что имейте ввиду У кого есть дети У меня тут У меня тут ЧП У меня разъела рану Которую я Разодрала Когда падала Вот мои коленочки Здравствуйте Нужно еще Нужно еще Выпить таблетки Музыка 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 Короче, не мой самый чистый экран, конечно Ну вот, захотелось вам показать фасон нашего пальто розового, которое будет и оно будет до минус 15 градусов Здесь, если не ошибаюсь, 70% шерсти у нас в нем И, конечно, оно очень красивое должно получиться И если вам понравится, то мы сделаем и в зимнем варианте его тоже Полиночка моя Моделька пока меня нету А это мы с Эмиком на онлайн просмотре примерки Вот так вот Кстати, тут я же дневники делала Забыла вам рассказать Для девчонок моих, кто с обучения YouTube селеба И такой косяк произошел Ладно, сейчас вставлю вам кадр самих дневников Как я их распаковывала, как они пришли И мою невероятную радость И мое невероятное счастье от того Какой кропотливый долгий труд был за этим всем А потом расскажу, что произошло Вы знаете, что здесь? Что мне пришло? Господи, ура! Это долгожданная посылка Знали бы вы, сколько нервов и сил Это забрало Потому что очень тяжело общаться с типографией Я не понимаю почему Но это было прям очень сложно И вот, наконец-то Вот мои хорошие Надо аккуратненько Блин! Вы бы знали, как долго я разрабатывала каждую страничку этого блокнота Оп! Оп! Просто вау! Какой он красивый! Какой он красивый! Приятный на ощупь! Он супер матовый Очень красивый красный цвет Я в восторге! Секрет успеха в том, чтобы начать Понимаете? Здесь мое приветствие И здесь очень много всего Я разрабатывала И трекеры различные И различные практики здесь есть Как на постановку целей Так и на видео Короче, здесь очень-очень классный просто блокнот Настолько, что он должен быть просто у каждого Но может его получить только тот, кто проходит мое обучение по YouTube Как вы видите, вот такая вот у нас стопочка Первый курс Первый поток Запустили вот так И я вам сейчас еще покажу стикеры, которые у меня есть Ну я так счастлива! Это так красиво! Пишите в комментариях, как вам Я несколько месяцев потратила на разработку этого дизайна У нас был первый вариант, он мне не понравился Мы его печатали, мы напечатали второй вариант Мне, честно, кажется, что это слишком красиво, чтобы быть правдой Я не могу налюбоваться Я просто в шоке, что я это создала Для меня создавать что-то физическое, это как бренд одежды или блокноты Это всегда что-то на космическом И я всегда к этому подхожу очень серьезно И как вы видите, правда, у нас несколько вариантов были пробные, которые мне абсолютно не понравились Сейчас, смотря на эту бархатную обложку, на эту звездочку Я понимаю, что вот эти вот месяца, все, что я делала, все было не зря И желаю каждому, кто хочет развиваться в медийной сфере на YouTube Иметь вот такую вот серебряную кнопочку и иметь вот такой вот блокнот Очень буду ждать вас на следующем своем потоке Если вы задумывались о YouTube, то, поверьте, я разработала такую программу И такие боксы для вас Просто вы будете в шоке Также те, кто приобретают мое обучение, получают помимо блокнота Вот такие вот забавные стикеры Типа кладу на чужое мнение Стикер можно куда угодно прикреплять И тут вот различные яселеба Всегда красивая Вот тут целая у нас упаковка Их несколько сотен у меня Тоже я заказываю Все они так запечатаны И помимо того, что я сделала это Еще в боксах у нас будут лежать микрофоны Петлички Для тех, кто на начальном этапе Да и в целом для тех, кто снимает YouTube Мне кажется, что это очень важно Иметь хороший звук в видео Поэтому в каждом боксе будет петличка Сейчас я жду боксы Завтра они уже придут Именно коробка Я ее еще не видела С коробками вообще была какая-то проблема Мы два месяца пытались найти нормальную типографию Которая смогла бы по размерам нормально сделать нам боксы И в итоге я даже не знаю, что у нас получится И все Я буду упаковывать подарки И отправлять своим первым ученикам Для меня это очень-очень важное событие Которое внутри просто все щекотит Вот только представьте Мы разрабатываем блокноты Разрабатываем их очень долго Работаем с дизайнером Со всеми, короче, с подрядчиками И последний итоговый вариант того, как вообще все выглядит на исходе У нас стоял за project manager И как бы полностью там все, что должно быть в блокноте Это идеальные страницы, порядок в нем, правильное написание самого блокнота Все это было на project manager Мы должны были на итоге получить классный продукт То есть мы все разработали, собрали Но там условно наем, да, подрядчиков Это дизайнер и так далее Копирайтер это все стояло на project manager И project manager решила зачем-то мои деньги Пару тысяч рублей сэкономить И отправила в печать итоговый вариант После дизайнера непроверенный Где просто в какой-то момент Когда я проверяю блокноты Я замечаю, что просто не одна На каждой странице опечатка И какие-то тупые опечатки, которые Ну как, ну то есть, представляете Мы напечатали пачки этих блокнотов Я вижу эти опечатки Вот у меня был выбор Либо отправить девочкам с опечатками блокноты Либо их переделать Я не могу так Ну то есть мне многие сказали Да отправь-то так Типа блокнот с опечаткой Это же все равно подарок Ну если это подарок Мне хочется делать хороший подарок То есть какой я обещала Я подумала, что эти блокноты Наверное с опечаткой Я просто разыграю И кто хочет И кому пофиг на эту опечатку Ну мне как бы было бы не принципиально важно Но кому-то принципиально важно Короче, точно знаю, что от себя Я бы хотела сделать качественный подарок Поэтому мы сейчас этим занимаемся тоже Переделкой блокнотов Прошлись через копирайтер С project manager мы не работаем Я все в итоге сама проверила Подсобрала у дизайнера всю эту историю Сейчас она находится в печати Вот У меня такие просто, знаете, сейчас В бизнесе процессы Прямо строительные происходят И в том числе в моем бренде Который сейчас станет вообще моей основой Поэтому я очень внимательна К тому, что сейчас там происходит Я очень хочу приехать для того Чтобы им нормально заняться И самой стать главным лицом нашего контента Потому что очень неудобно Когда все происходит на расстоянии Что ж, на этом было все Я с вами прощаюсь Я вас люблю Целую Обнимаю, обожаю К сердцу прижимаю До скорой встречи И пока-пока Встретимся уже в следующем влоге Наверное он будет в Екатеринбурге